Как лечить и лечение аутизма? Каждый ребенок или взрослый с аутизмом является уникальным и, таким образом, каждый план вмешательства аутизм должны быть приспособлены для удовлетворения конкретных потребностей. Вмешательство может включать в себя поведенческие методы лечения, лекарства или оба. Многие люди, страдающие аутизмом, имеют дополнительные медицинские условия, такие как нарушение сна, судороги и желудочно-кишечного тракта, ЖКТ, бедствия. Решение этих условий может улучшить внимание, обучение и связанные с ним поведение. Узнайте больше о лечении основных симптомов аутизма и лечении ассоциированных заболеваний. Раннее интенсивное поведенческое вмешательство включает в себя всю семью ребенка, работая в тесном сотрудничестве с командой профессионалов. В некоторых программах раннего вмешательства, врачи приходят в дом для оказания услуг. Это может включать в себя обучение родителей с родителем ведущих сессий терапии под наблюдением терапевта. Другие программы обеспечивают лечение в специализированном центре, классе или детском саду. Узнайте больше о раннего вмешательства. Как правило, различные мероприятия и поддерживают стать целесообразным, как ребенок развивается и приобретает социальные и учебные навыки. Поскольку дети с аутизмом в школу, например, они могут извлечь выгоду из целевых социальных навыков и специальных подходов к обучению. Подростки, страдающие аутизмом, могут извлечь выгоду из переходных услуг, которые способствуют успешному созреванию вне зависимости возможности трудоустройства взрослой жизни. Подробнее о переходном периоде в нашем наборе инструментов перехода. Объективные научные исследования подтвердили преимущество двух методов комплексного поведенческого раннего вмешательства. Они являются ЛАВААС-модель, основанная на прикладной анализ поведения, АБА, и раннее начало Денвер-модели. Родители и врачи также сообщают об успехах с другими широко используемыми поведенческой терапией, в том числе и флортими, пивотал-терапия от кликовербальной терапии поведения. Чтобы получить дополнительную информацию, а также в разделе «Лечение и терапия» глава нашего КИТ-100 день. Варианты лечения для малышей и детей дошкольного возраста Научные исследования показали, что раннее интенсивное поведенческое вмешательство улучшает обучение, коммуникации и социальных навыков у детей младшего возраста, страдающих аутизмом. В то время как результаты раннего вмешательства различаются, все дети пользуются. Исследователи разработали ряд эффективных моделей раннего вмешательства. Они различаются в деталях, но все хорошие программы раннего вмешательства имеют определенные особенности. Они включают. Ребенок получает структурированные, лечебные мероприятия в течение по крайней мере 25 часов в неделю. Высококвалифицированные врачи и, или учителей доставить вмешательство. Хорошо обученные парапрофессионалы может помочь с вмешательством под руководством опытного специалиста с опытом работы в аутизм-терапии. Терапия руководствуется конкретными и четко определенных целей обучения, а также прогресс ребенка в достижении этих целей регулярно оценивается и регистрируется. Вмешательство фокусируется на основных районах, пострадавших от аутизма. К ним относятся социальные навыки, язык и общение, имитацию, навыки играть, повседневные жизни и моторных навыков. Программа предоставляет ребенку возможность взаимодействовать с типично развивающимися сверстниками. Программа активно вовлекает родителей в интервенции, как в принятии решений и проведению лечения. Терапевты делают очистить свое уважение уникальных потребностей, ценностей и взглядов ребенка и его семьи. Программа включает в себя многопрофильную команду, которая включает в себя, по мере необходимости, врача, речевого языка, патологоанатом и специалист по трудотерапии. Растущие данные свидетельствуют о том, что небольшое число лиц с прогрессом аутизма до точки, где они больше не отвечают критериям для диагностики расстройств аутистического спектра, асть. Различные теории существуют относительно того, почему это происходит. Они включают в себя возможность первоначального ошибочного диагноза, вероятность того, что некоторые дети созревают из определенных форм аутизма и возможность того, что успешное лечение может в некоторых случаях производить результаты, которые больше не отвечают критериям для диагностики аутизма. Вы также можете услышать о детей с диагнозом аутизм, которые достигают лучший результат статус. Это означает, что они забили в пределах нормы на тестах НЭК, языка, адаптивное функционирование, размещение школы и личности, но по-прежнему имеют слабые симптомы на некоторых личностей диагностических тестов. Некоторые дети, которые больше не отвечают критериям для диагностики расстройства спектра аутизма позже с диагнозом синдрома дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ, тревожное расстройство или относительно высокой функционирующей формы аутизма, таких как синдром Аспергера. В настоящее время мы не знаем, какой процент людей, страдающих аутизмом, будет прогрессировать до точки, где они теряют свой диагноз. Мы должны также дальнейшее исследование, чтобы определить, какие генетические, физиологические или развитие факторы могут предсказать, кто будет достичь таких результатов. Мы знаем, что значительное улучшение симптомов аутизма чаще всего сообщалось в связи с интенсивным раннего вмешательства, хотя в настоящее время мы не можем предсказать, какие дети будут иметь такие ответы на терапию. Мы также знаем, что многие люди, страдающие аутизмом, продолжают жить независимой и полноценной жизнью, и что все заслуживают возможности продуктивно работать, развивать значимое отношение и полноценной, и наслаждаться жизнью. С лучшими вмешательства и поддержки доступны, людей, пострадавших от аутизма, имеющих лучшие результаты во всех сферах жизни. Для получения дополнительной информации и ресурсов, пожалуйста, смотрите в нашем видеоглоссарии часто задаваемые вопросы и специальные разделы на симптомы, диагностика, изучают знаки, права вашего ребенка, синдром Аспергера и ПДДНОС. Мы также предлагаем ряд наборов инструментальных ресурсов упакованных для бесплатной загрузки с нашей страницы «Семья. Услуги. Наборы. Инструментов и наших аутизм. Лечения. Нету. Оркта. Ольс» вы можете использовать страницу. Наш 100-день комплект для семей, у которых есть ребенок в последнее время с диагнозом аутизм. Эти ресурсы стали возможными благодаря щедрой поддержке наших семей, волонтеров и других доноров, а также за счет грантов, находящихся в ведении Национального института здоровья. Там нет никакого известного вылечить аутизма. Это не означает, однако, что ничто не может быть сделано для человека с аутизмом. Эта страница была написана в первую очередь для родителей вновь выявленных детей, но будет представлять интерес для тех, кто хочет знать об аутизме и возможных лечений. Там в настоящее время нет известных лекарств для аутизма. Это не означает, что ничто не может быть сделано, чтобы помочь человеку с аутизмом. Наше понимание аутизма резко возросло, так как он был впервые выявлен в 1940-х годах, и, как мы узнаем больше о состоянии, больше вмешательств, несомненно, станут доступны. Потому что аутизм является спектр расстройства, она влияет на разных людей по-разному. Поэтому очень трудно сделать общий вывод о том, как человек с аутизмом будет развиваться с течением времени. Это особенно важно понимать, что вмешательство, которое хорошо работает с одним человеком, не может быть целесообразным и эффективным с другим. Симптомы и признаки аутизма могут представлять себя в самых разнообразных комбинациях. Дети и взрослые могут проявлять любую комбинацию из аутистического поведения в той или иной степени тяжести. Это означает, что двое детей, оба с тем же диагнозом, может действовать очень по-разному друг от друга и имеет различные навыки.